Некоторые из них легко снимаются, а есть и такие, которые как репку приходится тянуть. Участники праздника тыквы в селе Верхняя Сунь весело и задорно проводят время. Гармонист Гузылия Ханум сразу же и частушки придумала. Не забывают и об отдыхе. Время перерыва посвящено танцам. Это мероприятие, сочетающее в себе труд и развлечение, проводится в хозяйстве Нурзиды Газизовой уже третий год подряд. В этом году на празднике тыквы была введена специальная номинация. В конкурсе «Найди самую маленькую тыкву» победила Гульнара Мухаммедханова. Как только крикнули, кто найдет самую маленькую тыкву, я побежала и сорвала ее. Кажется, нет ничего меньшего. Я забираю ее домой на память. Обещали еще и подарок. За час в саду Нурзиды Газизовой собрали около 300 тыкв. В тот день, когда мы сажали картофель, посадили и тыквы. Так мы поступаем каждый год. Тыквы своим друзьям, участвовавшим в мероприятии, я раздаю в качестве подарка. Мои дети, проживающие в Нижнекамске, тоже забирают с удовольствием эти огородные дары. Все участники праздника – это члены Народного фольклорного ансамбля «Суньские узоры», работающего при Верхнесуньском сельском доме культуры. 2022 год – это год народного искусства и нематериального культурного наследия. Наш праздник приурочен и к этому в том числе. Наша задача – вспоминать все деревенские народные традиции и обычаи, возрождать их. Пока участники собирали тыкву, хозяева готовили еду. Самым популярным блюдом был балиш из тыквы, а также тыква, начиненная картофелем. Рецепт этого балиша очень прост. Нужно начинить тыкву ингредиентами обычного балиша. Предварительно нужно вынуть мякоть тыквы, выпекать в духовке около двух часов. В этом же составе коллектив «Суньские узоры» в дальнейшем проведет татарский национальный праздник гусиного пера. Светлана Ханова, Алмаз Камалеев, Фаэль Шехудинов, Новости Татарстана.